В среду, 6 апреля, в зале администрации района прошло расширенное планированное совещание с участием председателя Совета народных депутатов Александра Брянцева, прокурора Кашхабльского района Евгения Зиновчик, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Энцаура Гишева, руководителя организации и учреждений, начальника управления и заведующих отделами администрации района. Совещание прошло под председательством главы района Заура Хамирзова. Всего было рассмотрено 6 вопросов. По первому вопросу повестки дня выступил глава Кашхабльского сельского поселения Хазрет Бурсов, который коротко проинформировал присутствующих о проделанной за 2015 год работе администрации муниципального образования Кашхабльское сельское поселение. Исполнение бюджета за 12 месяцев 15-го года. План 16 680 770 тысяч рублей. Исполнение 16 миллионов 916,7 тысяч рублей. Исполнение 101,4 процента. В том числе по виду налога. МДФЛ 6 миллионов 705,3 тысяч рублей. Исполнение 6 миллионов 601,2 тысячи рублей. Исполнение 98,6 процента. Единый сельскохозналог 572,7 тысячи рублей. Исполнение 638,9 процента. Исполнение 111,6 процента. Налогное имущество 253,2 тысячи рублей. Исполнение 272,7 тысячи рублей. То есть 107,7 процента. Хазрит Борсов в своем докладе также затронул другие немаловажные направления деятельности администрации поселения. Это благоустройство населенного пункта, выполнение целевых программ. Глава района порекомендовал обратить больше внимания на увеличение доходной части бюджета и усилить работу по развитию инвестиционных проектов. На планерное совещание был приглашен начальник производственного участка ОАО Кубань-энергосбыта Слан-Тербов. Ему была предоставлена возможность высказаться по проблемам неплатежей за потребленную электроэнергию юридическим и физическим лицам. К сожалению, общая депутатская задолженность на сегодняшний день, то есть с начала года, составляла 7,4 миллиона рублей, население 4,1, прочие потребители 3,3 миллиона. А за истекших квартал, к сожалению, цифры увеличились. По населению на 1,7 миллиона, по прочим потребителям 2,4 миллиона. Руководство ОАО Кубань-энергосбыт не может не волновать тенденции роста депутатской задолженности, которая оказывает негативное влияние на реализацию производственных планов энергокомпании, что напрямую может отразиться на надежности энергознабжения жителей района. Проще говоря, пострадают добросовестные потребители, отмечает Аслан Дырба. Он также поблагодарил глав сельских поселений за активное взаимодействие с Кубань-энергосбыт. Работаем непосредственно с главами сельских поселений. Хорошо, пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо за понимание, за совместную нашу работу. Практически со всеми никаких проблем не существует. Заур Хамирзов выразил свое пожелание наладить активное сотрудничество с населением. О существующих проблемах также доложил начальник электрических сетей Михаил Тарасов. Рассматривая следующий вопрос повестки дня неформальной занятости населения, заместитель главы района Марита Тугланова отметила, что работа по снижению неформальной занятости была начата в 2015 году. Целью этой работы стало повышение заинтересованности юридических и физических лиц к легальному оформлению трудовых отношений, чтобы работающий человек мог получать достойную пенсию. За 2015 год было проведено 7 расширенных совещаний по вопросам неформальной занятости с приглашением субъектов малого и среднего предпринимательства и глав сельских поселений. В результате работы в 2015 году удалось легализовать 512 человек, что составляет 72% от установленного плана по республике. Работа по легализации трудовых отношений продолжается и в этом году. По становлению главы администрации муниципального образования утвержден план мероприятий по снижению неформальной занятости. За первый квартал 2016 года, по словам заместителя главы по экономике, усилиями администрации района удалось легализовать еще 123 человека. Мария Тугланова также рассказала об исполнении бюджета района по налоговым и неналоговым доходам. На районном уровне утвержденном плане на первый квартал 2016 года равном 18 миллионов составило 18 миллионов 700 тысяч рублей, что составляет 100%. Исполнение бюджетов сельских поселений по налогам и неналоговым доходам при утвержденном плане на первый квартал равным 7 миллионов 900 тысяч рублей составило 8 миллионов 600 тысяч рублей. Тоже исполнять составляет 100%. Исполнение консолидировано бюджета всего района на первый квартал 2016 года По налоговым и налоговым доходам при плане 25 млн 990 тыс. рублей составил 27 млн 371 тыс. рублей, что составляет 100%. Затем выступил начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов. Он отметил, что одним из важных факторов в сельском хозяйстве является санитарное состояние полей и прилегающих к ним пулезащитных насаждений. С 1 марта текущего года ведутся работы по очистке лесополос, прилегающих вдоль федеральной трассы, начиная с Дмитриевского сельского поселения и заканчивая Ходзинским поселением. Завершая свое выступление, Заур Самогов подчеркнул, что на сегодняшний день практически весь запланированный объем по расчистке пулезащитных насаждений выполнен. Глава района поблагодарил всех, кто принимал в этих мероприятиях непосредственное участие – это главы сельских поселений, крестьянско-фермерские хозяйства, работники социальной службы и бюджетной сферы. На планерке также выступил начальник управления образованием Касси Киргашев по вопросу проведения итоговой аттестации. Завершилось планерное совещание приятным моментом. Глава района Заур Хамирзов поздравил с днем рождения главу Натырбовского сельского поселения Наталью Косицыну, пожелал ей крепкого здоровья, благополучия и успеха во всем.